...которых совсем-совсем немного осталось. Ну и мы снова, ну пока, за счет Кубка Мира, в котором лидирует Свен Крамер, державший три победы на первых трех этапах Кубка Мира. Две пятерки и одну десятку он уверенно выиграл. Ну а... Там по-прежнему Дерек Пара, который в промежутке между заливками льда раздает сувенеры зрителям, которые собрались. Ну, Майкер расстреливает по трибуну, да. Очень приятно увидеть и Дмитрия Дорофеева, который сейчас уже, наверное, может отдохнуть немножко, потому что часть программы, которая соотносилась со спринтом, закончилась. Впереди остается дистанция 5 километров в дивизионе Б на дистанции 5 километров у мужчин. Он станет Сергей Грисцов, и вчера мы тоже так немножко с ним по итогам полуторки пообщались, поздравили его с новым личным рекордом, и он пообещал, что постарается сегодня обновить свое личное достижение на 5 километров в том числе. Здесь Саша Мамянцев готовится. А мы так разошлись, раздухарились, что уже без рекордов нам совсем никуда, и на всякий случай изучали в перерыве во время заливки льда шикарный график бега Ивана Скобрева. Четыре года назад здесь же в Солт-Лейк-Сити 6.08.77 рекорд России. В дивизионе Б на дистанции 5 километров у мужчин станет Сергей Грисцов, и вчера мы тоже так немножко с ним по итогам полуторки пообщались, поздравили его с новым личным рекордом, и он пообещал, что постарается сегодня обновить свое личное достижение на 5 километров в том числе. Здесь Саша Мамянцев готовится. Да, а мы так разошлись, раздухарились, что уже без рекордов нам совсем никуда, и на всякий случай изучали в перерыве во время заливки льда шикарный график бега Ивана Скобрева. Четыре года назад здесь же в Солт-Лейк-Сити 6.08.77 рекорд России. Ну, график там действительно великолепный, вплоть до 3000 метров по 29.5, 29.3, как метроном Ваня Скобрев отмерил, а потом еще начал добавлять 29.0, 28.4, 28.3. Отсутствие ряда лидеров. Ну вот, получили они возможность здесь стартовать, соответственно, видели вы их личные рекорды у Семерякова 6.14.01, у Синицына 6.12.15. Это все как раз из недельной давности забегов в Калгари. Ну, а по идее Солт-Лейк чуть побыстрее. Что вот и девушки нам только что доказали на дистанции 3000 метров, что вполне можно на свои личные рекорды позамахиваться. Ну, глядишь, что-нибудь в районе, может быть, даже из 6.10 получится. Получится ли рекорд России? Посмотрим. Семеряков пятый. Пятый. Ну вот, получили они возможность здесь стартовать. Соответственно, видели вы их личные рекорды у Семерякова 6.14.01, у Синицына 6.12.15. Это все как раз из недельной давности забегов в Калгари. Ну, а по идее Солт-Лейк чуть побыстрее. Что вот и девушки нам только что доказали на дистанции 3000 метров. Что вполне можно на свои личные рекорды позамахиваться. Ну, глядишь, что-нибудь в районе, может быть, даже из 6.10 получится. Ну, получится ли рекорд России? Посмотрим. Данила Семеряков очень потрудился на этом этапе. Напомню, что он и в командной гонке присутствовал. Ну, правда, обидно, конечно, что наши ребята не сумели отобраться на Олимпийский. Семеряков стал четвертым. Руслан Захаров стал 12-м. Руслан сегодня пообещал, что они с Данилой будут и дальше вместе работать над тактикой масс-старта. И, может быть, более четкие командные взаимодействия отработают. Ну, и, в общем, это радует. Это приятно, когда еще Олимпийский чемпион включился. Ну, а говоря про Синицына и дистанцию 5 километров, которую мы сейчас наблюдаем в исполнении наших ребят, Синицын-то настроился не менее, чем на рекорд страны. 29.6 очередной круг Синицына. Ну, пока он 33-й проигр стал четвертым, Руслан Захаров стал 12-м. Руслан сегодня пообещал, что они с Данилой будут и дальше вместе работать над тактикой масс-старта. И, может быть, более четкие командные взаимодействия отработают. Ну, и, в общем, это радует. Это приятно, когда еще Олимпийский чемпион включился. Ну, а говоря про Синицына и дистанцию 5 километров, которую мы сейчас наблюдаем в исполнении наших ребят, Синицын-то настроился не менее, чем на рекорд страны. 29.6 очередной круг Синицына. Ну, пока он 33-й проигрывает графику бега Ивана Скобрева на этой отметке. Достаточно скромно выглядит Данила Семеряков. Он так аккуратно, я бы сказала, начал. И первый круг сделал из 30 секунд, но дальше несколько кругов по 30 секунд. Учитывая ту нагрузку, которую Семеряков получит. Потому что, ну, сколько получается в командной гонке? Восемь кругов, то есть это 3200 и два раза по 6400 в масс-старте. Что приятно отметить, Даниил бежит абсолютно ва-банк, абсолютно вот на свой лучший результат и на тот результат, который соответствует совершенно иному уровню. Ведь, имея результат 6.12, сейчас он бежит, скажем, на результат вот в районе... Где-то 6.10, да. Да, поэтому это очень здорово. И пока все получается, 3.50 был промежуточный результат у Данила. Учитывая ту нагрузку, которую Семеряков получит. Потому что, ну, сколько получается в командной гонке? Восемь кругов, то есть это 3200 и два раза по 6400 в масс-старте. Что приятно отметить, Даниил бежит абсолютно ва-банк, абсолютно вот на свой лучший результат и на тот результат, который соответствует совершенно иному уровню. Ведь, имея результат 6.12, сейчас он бежит, скажем, на результат вот в районе... Где-то 6.10, да. Да, поэтому это очень здорово. И пока все получается, 3.50 был промежуточный результат у Данилы Семерякова на отметке 3 километра. Сейчас 3 круга будет оставаться до финиша. 4. 4 круга до финиша. Ну, 2 с небольшим секунды графику бега Ивана Скобрева начать, тренировать себя, готовить себя так, чтобы начинать по максимуму и терпеть до конца. И мы помним, как несколько лет назад и Денис Юсков в таком же стиле бегал 5 километров. И благодаря вот этой подготовке, ну, это, пусть и не официальная дисциплина, но, тем не менее, Денис владеет, ну, скажем так, неофициально. Высшее мировое достижение на дистанции 3 тысячи метров за Денисом. Сейчас интересно посмотреть за борьбой ребят. Там Данила Семеряков включился и видит, что сложности испытывает Даниил Семеряков. Круто остался. Начать, ну, тренировать себя, готовить себя так, чтобы начинать по максимуму и терпеть до конца. И мы помним, как несколько лет назад и Денис Юсков в таком же стиле бегал 5 километров. И благодаря вот этой подготовке, ну, это, пусть и не официальная дисциплина, но, тем не менее, Денис владеет, ну, скажем так, неофициально высшее мировое достижение на дистанции 3 тысячи метров за Денисом. Сейчас интересно посмотреть за борьбой ребят. Там Данила Семеряков включился и видит, что сложности испытывает Даниил Семеряков. Но слишком большая разница, мне кажется, была между спортсменами. Сумеет ли вот за счет еще одного быстрого финишного круга Семеряков еще сократить это отставание сумеет, конечно, но выиграть в забеге это будет нечто невероятное. Хотя, конечно, сила осталась. Серьезная нагрузка. Конечно, в масс-старте, скажете вы, там чуть-чуть пониже скорости, но, тем не менее, в общем, это все равно состязание. Семеряков-то бежал на полную. Полуфинал не видели, как там складывается, но, тем не менее, там-то как раз Семеряков больше к финишу приберется. Там Данила Семеряков включился и видит, что сложности испытывает Даниил Семеряков. Но слишком большая разница, мне кажется, была между спортсменами. Сумеет ли вот за счет еще одного быстрого финишного круга Семеряков еще сократить это отставание сумеет, конечно, но выиграть в забеге это будет нечто невероятное. Хотя, конечно... Семеряков-то бежал на груз. Конечно, в маст-старте, скажете, вы там чуть-чуть пониже скорости, но, тем не менее, в общем, это все равно состязание. Семеряков-то бежал на полную. Полуфинал не видели, как там складывается, но, тем не менее. Спара Сюнхун-Ли, олимпийский чемпион на 10 километрах. 6.07.04 личный рекорд. На 5 километрах у Сюнхун-Ли, олимпийский чемпион Ванкувера. И Боб Дефрис, еще более опытный, на 4 года старше своего оппонента, но вот буквально неделя назад Боб Дефрис как раз в группе Б победил с результатом 6-10-48, что является его личным рекордом. Ну, а сколько готов Боб Дефрис сейчас? Ну, и особенно в отсутствии лидера своей команды, Йорита Бергсме. Боб Дефрис, в принципе, может захватить лидерство среди голландцев, хотя тут есть и Эрик Ян Койман, который чуть позднее будет. Да, в предпоследней паре. Но крайне любопытно посмотреть, как Боб Дефрис справится с этой дистанцией. И любопытно еще с той точки зрения, что Сен Хун-Ли вчера проявил себя должным образом в масс-старте. Выиграл этот забег. Да, ну и вот буквально несколько минут назад такое торжественное событие состоялось. Еще одно с участием Дениса Юскова. Практически как в песне о Вещьем Олеге «Ощит на вратах Царьграда». Точно так же Денис сегодня прибивал табличку с своим рекордом на специальной стене в Солд-Эк-Сити. И теперь не только фамилия Кулижникова там красуется, но и фамилия Дениса Юскова. Очень-очень это приятно. Ну а пока здесь очень интересная борьба развязалась на дистанции. 29,2 скорость круга и Боба Дефриса, и Сен Хун-Ли. Очередной круг пройден. 29,1. Боб Дефрис на 0,3 секунды быстрее, нежели его корейский соперник. 29,2. Очередной круг Дефриса. 29,5 Сен Хун-Ли. Ну и относительно графика бега Боба в Калгаре. Давайте посмотрим, как сейчас этот график будет выглядеть. 3,13,43 на 2,600. Ну близко, близко. Ну практически да, в те же цифры бежит Боб Дефрис. Очередной круг 29,2. Очень ровно. Ну на этом этапе Кубка Мира Дефрис выступил еще в непривычной для себя ипостаси в качестве одного из членов команды командной гонки-преследования. Он на таких скоростях бегать не очень привык. Ну, тем не менее, вы посмотрите, обыгрывает достаточно уверенно корейца. Правда, мы вот вчера говорили об этом, что последние пару лет Сен Хун-Ли прежде всего сосредоточился на командной гонке-преследовании на Мастарте. В командной гонке-преследовании он дядька Черномор, он наставник молодых. Рядом с ним там ребята 16-летние бегают рядом с ним. И он их там накатывает, натаскивает. И более-менее удачно все складывается. И, соответственно, в Мастарте он регулярно выигрывает. То есть он на эти две дисциплины рассчитывает, как на возможные медали у себя на Домашней Олимпиаде. Все-таки проигрывает Дефрис собственному графику недельной давности. Порядка двух-трех секунд сейчас составляет эта разница. 29,5 очередной круг Дефриса. Да, две секунды разница относительно его же графика бега из Калгари. Но опять же, если мы будем говорить о дивизионе Б, то старты в дивизионе Б осуществляются квартетами. Сразу четыре участника находятся на дистанции с разницей в 200 метров стартуют. И при определенном стечении обстоятельства, если одна пара значительно быстрее и имеет преимущество другой пары, то можно видеть вот этого лидера перед собой и всегда стремиться догнать его. Поэтому бег в квартетах иногда получается чуть легче тактически, нежели бег в паре. В целом, кстати, на этапе Кубка мира в Калгари был третьим в дивизионе Б, 6,12 и 41 сотой секунды. Но вот здесь все-таки у Боба не сможет выиграть. 29,7 очередной круг Дефриса. 6 секунд с лишним выигрывает он по грагу бега Синицына. Ну да, ну как раз, соответственно, Боб де Йонг бежит очень близко, Боб де Фрис, бежит очень близко к своему личному рекорду. Правда, тоже последний круг не удается ему. Видимо, личного рекорда не будет, будет где-то 6,12. Близко, да. 6,11 и 93, 30 секунд ровно. Очень ровный график показал Боб де Фрис. Он личного рекорда не улучшил, но новый ориентир для нас всех определил. 6,15 и 2 сотые секунды, пока на второй строчке остается олимпийский чемпион Ванкувера на 10 километрах Сион Кунли. Ну, что касается рекордов катка, то на дистанции 5000 метров в Солдбексите достаточно высок, хоть это и не мировой рекорд, 6,04,59 мировой рекорд Сон Крамер в Калгари устанавливал. А вот в 2013 году здесь в Сон Клейке бежал 6,04,59. Близко к рекорду, но не мировой. Ну, не знаю, в общем, так, судя по настрою, Тед Ян Глумен подумывал, а не замахнуться ли ему на этот мировой рекорд в отсутствие еще Свена Крамера выйдет или нет. Думаю, что... Ну, задача достаточно сложная. Амбициозная задача. Но пока посмотрим за другими спортсменами. Это Давида Гьотто, представитель Италии. Он нам уже известен и по результатам прошлого сезона, да и в этом сезоне блеснул на дистанции 10 километров в Савангере. И его очень титулованный, не нуждающийся в дополнительных представлениях норвежец Хавардбокка. Вот здесь можно, мы говорили о возможных ставках на мировой рекорд на тысячи, вот здесь можно ставить на то, что бьет с вероятностью 99% побьет личный рекорд, а может и на национальный замахнется. Национальный-то высокий. А, да, там 6,07. Ну, 6,07, да, наверное, вряд ли, но на личный точно, потому что он в этом году уже в Инцеле во время подготовки к сезону побил первый раз рекорд, а затем в Калгаре 6,17 приближает. Это 6,06 уже на льду Фабриса, да, национальный такой деталь. Фабрис выпал из памяти. Ну, вот, Навиде очень серьезный по такому сезону. Ну, он свой акцент все-таки делает на 10-километровой дистанции, где-то я прочитала его интервью, и как раз считает именно эту дистанцию своей профильной, там, где он хочет выступать на Олимпийских играх, хотя отдает должное тому, что навряд ли сможет пробиться на подиум, но он говорит, что неплохой результат показать может, и может быть совсем недалеко от этого подиума. Но это вообще редкость, что кто-то хочет на Олимпиаде бежать у мужчин 10 тысяч метров. Мы помним, как в Сочи там народ разбегался в разные стороны. Ну, это тоже приятно, Игорь, знаешь, все-таки это конкуренция, и гегемония голландских стайеров, она вот даже за счет того же Гьота и Свера Люнда Педерсена, и вчерашнего голландца, нынешнего канадца Теда Яна Блумана, плюс Петер Майкл, плюс его, конечно, шансы на 10-ти километрах не столько великие. Патрик Бейкер тоже вот в Калгари очень прибавил именно на пятерки. Так что на 5-ти километрах-то очень приличная компания собирается, ну и, соответственно, если там Бейкерт, Майкл, Гайзрайтер, Гьотта, кто-нибудь из норвежцев, Тед Ян Блуман, дай бог допустят на Олимпиаду Сашу Румянцеву, то вот уже компания такая очень-очень приличная, с личными рекордами. Ну, если не у всех из 13 минут, то у доброй половины. Ну, не считая, конечно, голландцев. Очень близкими были результаты Бока и Гьотта в Калгари, 6.16, 88, у Бока 6.17, 16 соток секунды у Давиде. Ну, тогда Бока выиграл, а сейчас пока обратная картина. Ну, еще 6 кругов до финиша, и, в принципе, секунды по скорости очень близко. Ну, и Хавард, он все-таки тот спортсмен, который обладает колоссальным опытом. Говорили мы о том, что сейчас велика конкуренция у норвежцев, особенно на дистанции 1500 метров, поэтому зачастую, мне кажется, Бока-то не остается ничего другого, как персать именно на 5 километрах, да, и командная гонка. Ну, пока очень интересно тактически выглядит эта борьба в паре. Очень громко слышно Маурицио Маркетто. Да, иногда даже вот, когда с ним просто разговариваешь и не поверишь, что он может так кричать, никогда в жизни не поверишь. В личном общении мне с ним доводилось не только брать интервью, но и просто разговаривать, обсуждать. Такая милая, очень тихая, очень мелодичная итальянская речь. И по-английски он примерно так же говорит, а вот так, так уж, как он кричит, на катке. Первый раз, когда это узнаешь, это очень большой сюрприз. Три круга до финиша, 29,7 оба спортсмена. И сейчас будет не очень простая ситуация на переходной прямой, но, думаю, там Бока просто уступит, эту переходную прямую в Гиотто, он так и делает. Да, я думаю, он тактически так делает, потому что там был велик рис того, что они столкнутся на переходной прямой, просто нам не показали вот момент выхода из поворота. Ну и вообще малый поворот в исполнении Бока. Да, но мне кажется, Бока так чуть затаился, хотя, скорее всего, сможет, наверное, побороться на финише. 30 секунд ровно Давида Гиотто, 29,8 у Хаварда Бока. И что сейчас будет для атака от норвежца, которая может решить победу в этом забеге? Ну, Гиотто, мне кажется, поборется еще, он не отдаст. Финишировать будет из малого. Вот здесь получается, да, здесь все нормально, здесь с малым поворотом Бока вроде бы выйдет вперед. Ну и 4,10 разница по скорости на круге, но здесь, я думаю, что да, Давида Гиотто сейчас... Вцепился зубами. Вцепится и не упустит этой возможности за счет малого поворота сократить это отставание, чуть-чуть потерпеть, но какая... сейчас будет какой финиш будет красивый. Ну, он даже не сбросил руки, только вот в конце Бока, признав свое поражение, 6,14,68. У Гиотто на 2,5 секунды бьет личный рекорд. Ну, у Бока лучшие достижения в сезоне. На 2 секунды быстрее, чем неделю назад в Калку. Да, но Боб де Фриз зато сохраняет пока лидерство. Да, вторым-третьим пристроились итальянец и норвежец. Красивый, интересный получился забег, особенно в его концовке. Почти как у Наташи Варольной с Мартиной с Аблиной. Там уровень результатов чуть выше. Но все равно, учитывая то, что Бьетто еще... Он даже не исполнился 24 года. Перспектива у него очень сильная. Один из самых молодых в группе... А, если не самый молодой. Да, самый молодой. Есть еще 94-го года рождения, правда, сентября, Никола Тумалера. И октября 94-го года Данила Семеряков. Вот они вот, одногодки. У нас тем временем в четвертой паре Александр Румянцев с Алексисом Контеном. Помним мы прекрасно, как в Ставангере Саша Румянцев сумел побить национальный рекорд на дистанции 10 тысяч метров. Отобрав это звание у Ивана Сковрева, к чести Ивана, он был одним из первых, кто Саша Румянцева поздравил. Приказно знакомые вместе много провели времени и в тренировках, и в поездках. И бегали вместе в командной гонке, преследовании. В Москве они бежали вместе на этапе Пупка мира, как раз в Крылатском, когда выиграли командную гонку. И были времена. Ну и вот теперь интересно, в Халгари, правда, у Саши, скажем так, относительно не зашло. 6.14 он пробежал в группе сильнейших. Это его личный был? Да, это личный, но были трудности определенные по ходу, дистанции. Но вот, может быть, здесь будет чуть полегче и повыше личный рекорд. Сейчас хорошо, Саша так посидел спокойненько за спиной к антенне и пошел небольшой отрыв. Посмотрим, насколько он перспективен, насколько... Из 29 секунд делает круг Румянцев. Но это вот как раз за счет переходной прямой, за счет того, что посидел за спиной. И сразу дает прям толчок такой при ходе, особенно малый поворот. Насколько серьезен вот этот темп Румянцева. Давайте смотреть. 29.1 тоже все очень хорошо, очень близко. Очень ровно и с опережением собственного графика, отличного рекорда. Конечно, о ровности бега на 5 километров по первым кругам говорить рано. Ну, мы просто очень болеем и переживаем, чтобы у Саши все сложилось. Ну, с другой стороны, он три круга бежит. И там разница между кругами составляет 1-2 десятые секунды. Как раз говорит о том, что он попал в ту скорость, которую... Ну, скорее так. 28.9, 29.1, 29.3. Вот так вот три последних круга он пробежал. Да, по 2 десятых прибавляем. В каждом круге. Ну, вот главное где-то в какой-то момент на проеме 29.3, 29.5 остановиться. Алексей Скантен пока не помощник. Но Контен, мы знаем, что может постараться прибавить в концовке. Да, и вот даже не в концовке, даже вот сейчас делает круг на десятую быстрее, чем Саша Румянцев. Вроде бы такая очень неброская манера бега у француза. Ну, очень эффективная для движения дистанции. Такое ощущение, что со времен Олимпиады в Баркувере он еще постройнел, еще тоньше стал. Динамическое у него сопротивление минимальное. Ну, вот Саша штампует круги по 29.3, а Контен после 29.2 сделал 29.5. Но все равно достаточно высокий темп у обоих. Ну, и Саша очень уверенно выглядит на дистанции. Мне кажется, так хватает и расслабления напрямую, и длинно отрабатывает выходы из поворота. Особенно это видно при выходе из малого поворота. Там заезжает, чуть-чуть захватывает большую дорожку. 29.5 очередной круг Саши Румянцева. И пока он на полторы секунды быстрее графика бега Ивана Скобрева. Графика бега рекорда России. Ну, и бежит на собственные личные достижения, соответственно. Не знаю, там у Скобрева, конечно. Скобрев в те годы бегал всегда с большим ускорением во второй части дистанции. То, что мы говорили, когда он... Переключался. Три круга в конце сделал из 28.5. У Саши вот 29.8 и 4.13.26. Так уже от его преимущества над графиком бега Скобрева осталось 0,7 секунды. При том, что вот Скобрев как раз вот здесь и начал раскручиваться. Но, тем не менее, все равно, в общем, бег очень неплохой. По-прежнему круги из 30 секунд. Чуть-чуть изменилась техника у Саши. Да, жалко. 32 очередной круг подустала и не хватает до конца дистанции. Еще очень сложных три круга предстоит пройти. И сейчас нужно будет... Ну, на силе воли надо тут уже добавлять. Уже ничего другого не остается. Если рубанула по ногам. Хоть-то 7-5 во лбу будет. И все равно прибавить очень сложно. Сильно забалтывает сейчас плечами. 35 очередной круг Румянцева. Опять 14.08. Ну, тоже рисковал. Тоже, в общем, шел ва-банк по 29.3 круги. Да, удивительно, но с Тайрой все-таки никто пока не улучшил своих показателей недельной давности. И все пока бегут слабее, чем те результаты, которые показали в Калгари. 31 и 1. Ну да, так у Саши может и личного рекорда не сложиться. Да нет, личного уже не сложится, это точно. К сожалению, буквально четырех кругов не хватило для того, чтобы установить этот личный рекорд. Ох, как тяжело. На последней финишной прямой же проталкивать приходится руками ноги. 6 минут 16,9 секунды. Да, в итоге, потому что был в какой-то момент даже с лучшим результатом, с лучшим графиком бежал Румянцев. Ну и контенна вон тоже порубала в капусту на последних кругах, 6,20 секунды для контенны. Но при этом плотность результатов очень-очень высокая. Ну, то есть там для стаерского бега 6, ну, будем так по-грубому округлять у Дефриса 6,12. Да, и вот, соответственно, седьмым сейчас Данила Семеряков, у которого 6,19. То есть меньше 8 секунд разница. Это 7 человек в этих 8 секунд. Патр Питер Майкл и Андреа Джованнини в пятой паре. Ну, что касается Питера Майкла, все понятно. В плане владения национальными рекордами. Андреа Джованнини. 6,11, 0,7. Да, может замахнуться на призовое место, учитывая, что лишь в шаге остался от пьедестала в Калгаре. Ну, чтобы претендовать на призовое, все-таки Джованнини надо бежать, скажем так, прилично быстрее личного рекорда. Там еще достаточно много участников будут стартовать вслед за ним. Еще три пары. Участников потом будут стартовать в группе «Б». Пятерку проводят. Ну, просто достаточно раннее по местному времени начало этапа. И поэтому что-то успевают пробежать группу «Б». А если бы еще пятерку там всех запускать группе «Б», даже квартетами, то пришлось бы начинать этапы там часов в 8 утра по местному времени. Решили. 28,5 начало Андреа Джованнини. 28,7 у Питера Майкла. Весьма и весьма уверенно. Да, даже не в 8 утра пришлось бы начинать. В 8,50 девушки в дивизионе «Б» сегодня на тысячу метров побежали. Надо было бы часов в 6 начинать. Сколько? 18 пар. Даже если все квартеты. 29,1 Джованнини. 29,3 Петер Майкл. Да, и пока Джованнини не по лучшему графику бежит. Но если вспоминать... На свое личное достижение пока график такой же. Просто, если я правильно помню, его бег в Калгари на этой дистанции. Да, там на последних кругах он только выгулился за график бега за 30 секунд. Поэтому тоже все круги из 30, там по 29 с небольшим делал. Но там даже были круги из 29 секунд вплоть до отметки в 2200 метров. Так что он пока тоже проигрывает, по-моему, своему графику бега в Калгари. Но вот здесь вот на отметке у него было в Калгари 2.14.54. Да, здесь 2.15.12. Но рядышком пока чуть-чуть быстрее, нежели... Да, немножко скачет скорость круга. То есть пока... Для Джованнини это вообще в порядке веще. Он не метроном Сабликова, это уж точно совершенно. Неудивительно, конечно, понаблюдать за Петером Майклом. Это техника реликобежного спорта. Она так перенесенная на лед. Выглядит достаточно... Непривычно, скажем так. Непривычно и самобытно. Потрясающая, конечно, выносливость у спортсменов, которые приходят из роликового спорта. 29.1 очередной круг Джованнини. 29.3 Петер Майкл. 3.13.44. Да, уступает он порядка секунды своему графику. То есть где-то на 6.12 сейчас его график. Нет, но если тут его... Он может побить личный рекорд, если на последних кругах по-прежнему выбежит из 29 секунд. Вот тогда это реально. Ну, может быть, чуть-чуть и поджимается с тем, чтобы этот подвиг на последних кругах совершить. Меньше секунды проигрывает он своему графику из Калгари. Ну и как-то пока Петер Майкл не пытается ничего изменить по ходу этого забега. Бежит тоже. Не убавить, не прибавить в своем темпе. На одну десятую быстрее. Ну и в одни секунды очередной круг пройден. 4 минуты 11.84. Но он начинает добавлять относительно графика бега Андреа Джованнини. Относительно своего же графика бега из Калгари. Посмотрим, сумеет он, как ты говоришь, раскрутить. В конце скорость нарастить. И 9.1. 4.40 и 94. Ну да, оба пока держат вот эту скорость. 9.1, 9.2. И вы видите, как тает перевес Боба Дефриса. Ну, перевеса относительно новозеландца. Ну и растет преимущество Андреа Джованнини над графиком бега голландца. Два круга остается до финиша. И по-прежнему 29.2. Ну, Майкл 29.1. Ну, глядя на Майкла, сложно даже предположить, что он так быстро бежит. Да, непонятно за счет чего. Но он постоянно находится в состоянии давления на лезвие. У него проката практически нет. То есть он просто, скажем, максимально вкладывается в каждое отталкивание. Но вот этот прокат, он очень узенький. Да, коротенький. Оба уже бегут быстрее. 28.8. Последний круг Петера Майкла. Он сейчас будет предпринимать попытку сокращения вот этого своего отставания. Навряд ли. Но отыграть не отыграет. Да, навряд ли отыграть. Отживание бежит на очень хороший результат. Он бежит из 6.10. Да. Порядка трех секунд уже имеет преимущество. Ипсари Петер Майкл. Да. Петер Майкл, конечно, гораздо свежее добегает до финиша. 6.08.79. Джованнини. Вот это он дал. Отличный личный рекорд состоялся сейчас у Андреа Джованнини. Такая серьезная заявка. Петер Майкл личный рекорд побил. У него тоже 6.11 был. Предположу, что и национальный. Ну, естественно, да. Это можно даже не заходить проверять. Ну, что ж, то, что мы ждали от наших ребят, удалось итальянцу с новозеландцем. И они, получается, да, первыми, кто из всех сегодня стартовавших бежит быстрее, чем в Калгари. Ну, и это такой намек, скажем так, Теду Яну Блумену. Я вот как раз тоже об этом уже сразу подумала. А, получается, Джованнини не хватило 4 секунды до рекорда катка хотя бы так. До 6.04 там с копейками. Блумена-то явно амбициознее должно быть сплавно. Каждый день город бросает тебе вызов. И у тебя есть чем ответить. Ниссан Кашкай с технологиями Интеллиджент Мобилити. Ниссан Кашкай. Твоя свобода. Твой ход. Так просто быть собой, когда для этого есть все условия. LADA X-Ray. В новых комплектациях от 569 тысяч 900 рублей. LADA X-Ray. Будь свободным. Будь собой. Лада X-Ray. Подробности у официальных дилеров LADA и на сайте LADA.ru. Не хотим болеть. Хотим шуметь. Спрей Tantum Verde широко распыляет лекарства и борется с болью в горле. Tantum Verde. Умное распыление, а не просто пшик. Это Антон, Лиза и я. Оптигриль Атифаль. Сегодня у нас семейный ужин. Папа Лиза знает толк в мясе. И я тоже. Для стейка любой толщины я подберу идеальное время приготовления и сделаю, как вы любите. С кровью, средней или полной прожарки. И это он еще не ел мою семгу. Тифаль. Новогодняя сказка, как Володька три месяца за тариф смарт не платил. Эй, месяцы! Новый год на пороге здания. Платить за снять никакого желания. За кого не плачу, сами решите, а? Только это, без кровопролития. Я март. За меня пусть и платит смарт. А я февраль. Так что молчи там. Решим по були там. А может путем какой-нибудь викторинки? Август, скажи. Нет, Сентябрь. Решим по старинке. Не плати абонентскую плату три месяца при подключении на тариф смарт. МДС, ты знаешь, что можешь? С нами футбол ярче. Газпром. Официальный спонсор Лиги чемпионов УИФА. Ну а пока открытый чемпионат Германии. На этом плане Морис Гайзрайтер выглядит просто каким-то гигантом в сравнении с Патриком Беккертом. Ну, у него и без коньков тоже под два метра рост. Что ж, немецкое противостояние, которое на прошлой неделе было за Патриком Беккертом, завоевавшим на этапе Кубка Мира в Калгари бронзовую награду 6 минут 10,8 секунды. Не установивший новый рекорд Германии на этой дистанции. Ну а Морис Гайзрайтер финишировал пятым с результатом 6 минут 11,47 секунды. Кстати, тоже личный рекорд Морис Гайзрайтер обновил неделю назад. Да, конечно, когда сидят в посадке вот этой разницы в росте, ну, она заметна все равно, но не так бросается в глаза. Так, ну, где-то по плечу Морис Гайзрайтеру Патрик Беккер. 28,1 начинает Гайзрайтер. На 1,1 секунды медленнее первый круг в исполнении Патрика Беккерта. Естественно, по лучшему графику сразу оба спортсмена бегут. Знаешь, у меня вот такое воспоминание из начала моего комментирования конькобежного спорта с конца 90-х годов, когда в немецкой сборной был Франк Дитрих, а в японской сборной был Кейджи Шарахата. Вот когда они сходились в одной паре, вот это уж точно были Пат и Паташон, потому что, ну, у меня было полное ощущение, что вот Франк Дитрих сидит в посадке, но при этом под ним может проехать Кейджи Шарахата, который был, ну, там, совсем росточком, там, что-то типа 160 сантиметров. И в моем представлении полностью умещался под Франком Дитрихом. Беккер по-прежнему скорость круга из 29 секунд, 28,8, 29,1, у Морица Гайзрайтера. Но пока никак не вернет себе прежнюю форму сестра Патрика Беккерта, Стефани Беккерта, которая в свое время и та по Кубке мира выигрывала и медали на самых крупных соревнованиях, как «Чистый стайр». Казалось, что это вот и есть та девушка, которая заменит Клаудио Пикштайн. Но вот пока Стефани Беккерта даже проигрывает конкуренцию за место в сборной на командную гонку преследования. Но вот в дивизионе «Б» она сегодня 3000 метров пробежала, 4,04,88. Скромный результат для человека, у которого лично в районе 6,56-6,57. Ну, интересно сейчас. И Беккерты, и Морица Гайзрайтер бегут по лучшему для себя графику бега и, соответственно, бегут на личные рекорды. Сумеет ли удержать этот высокий уровень до конца дистанции. Патрик-то вообще славится, что на последних кругах зачастую совершает такое ускорение. 29,1 у Гайзрайтера 29,2 у Беккерта. Да, на 2 секунды превосходит график бега сейчас Беккер. Ну, соответственно, еще быстрее относительно собственного достижения бежит Гайзрайтер. Ну, все, конечно, зависит будет от последних кругов. Ну, вот отметка 3 километра пройдена, 5 кругов до финиша, 3,41. И у обоих 2,3 прибавки ко времени на круге. Ну, к сравнению, в Калгари у Беккерта 3,44-26 было на отметке 3 километра. Так что серьезно, серьезно улучшают сейчас пока график, скользящий график бега. Это 29,2 очередной круг Беккерта, 29,5 у Гайзрайтера. Ну, и выигрывают оба они у Джованнини. Ну, пока немного выигрывают, и даже преимущество это по чуть-чуть, по чуть-чуть, но тает. Ну, тут вся надежда на финишный рывок Патрика Беккерта только так он сможет удержать. Так, 3 круга до финиша, и на 2 десятые быстрее на этом круге был Патрик Беккерт. А самое главное, что это не вина, скажем так, Гайзрайтера, а потому что это заслуга именно Патрика, потому что он снова пытается вернуться на скорости в районе 29 секунд. Очень любопытная борьба может нас ожидать на последних двух кругах дистанции. Сумеет ли сейчас Гайзрайтер поддержать это ускорение Беккерта? Да, из 29 секунд делает Патрик очередной круг, 28,8. Да, отвечает Гайзрайтер 9,1, но похоже все-таки... Ну, Гайзрайтер держит свою скорость, а Патрик Беккер действительно поехал на финиш. Фирменный рывок выступал. Ну, посмотри, посмотри, как борется Гайзрайтер. Ну, малым поворотом он сейчас догнал, что будет... На финише, конечно, да, будет тяжело, но оба сейчас превосходят скорость круга 29 секунд. 28,9 у Гайзрайтера, 28,8 у Патрика Беккерта. Оба бегут на лучший результат дня и на личные рекорды. Ну, и, собственно говоря, на национальный рекорд. Ну, да, ну, в общем, национальный рекорд не сменит показатель, он не сменит владельца. Морицу Гайзрайтеру, конечно, респект и уважение за то, что он вот так вот боролся до конца. Вот это да! Посмотрите, какой круг выдал. Вот это результатище, которое показывает сейчас оба немецких спортсмена. 6,07,02. Именно такой теперь становится национальный рекорд Германии. Ну, и отдать должное Морицу, конечно, достойнейшая борьба. Заключительный круг едва ли не самый быстрый из всех 12 пройденных. Ну, и отметим не только рекорды, и то, что раскрутили еще так на последних кругах. Но отметим, что очень близко подобрались уже к рекорду катка. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, возможно, те претензии относительно установления рекорда мира в отсутствии рекордсмена мира Свена Крамера. Почему бы... Ну, у Питера Майкла последний круг был такой же, как у Гайзрайтера 28,6. Нет, я имела в виду, что у Гайзрайтера последний круг, скорее всего, был самым быстрым из его же кругов. А из его же... Да. Ну, да, если не считать... А первый круг, там 28,1. Да, ну, это еще разгон, это еще на свежачках. Еще один, я думаю, не менее интересный забег нас ждет. Эрик Ян Койман и его соперник итальянец Никола Тумалера, который тоже в этом сезоне совершает такой прорыв в элиту. В Херенвине 6,11,91 пробежал Тумалера с личным рекордом, но и опытнейший 31-летний Эрик Ян Койман, двукратный призер чемпионатов мира на отдельной дистанции, но, правда, на дистанции 10 километров. Вот он в этом году в Калгаре 6,13,83 пробежал. Ну, там еще, там самое главное-то было Эрику Яну Койману, скорее даже не супервремя показать, а постараться обыграть Бергсман, Георито Бергсман, который бежал с ним в одной паре. И вот эту задачу Койман решил великолепно. Маленький плюсик поставив себе с точки зрения отбора. Ну, здесь за счет, конечно, стартовой скорости Тумалера имеет сразу такое преимущество относительно Эрика Яна Коймана. И у Коймана теперь будет ставить задача сокращать это отставание по ходу всей дистанции. Как смело начал Тумалера, 29 секунд. Ну, по другой стороне, если вспоминать, там, товарищ Гайзрайтера и Бекера, которые были, там, по 28 с маленьким. Ну, по другой стороне, то есть, последние 4-5 кругов собирается быть в районе 28 секунд, поэтому сейчас себя чуть-чуть бережет. Но скорость все равно очень приличная, невысокая. Да, но в сравнении с предыдущим забегом, где оба немецкие спортсмена так здорово и поборолись в забеге, и показали очень высокие результаты, здесь, конечно, чуть скромнее по скорости. Я честно скажу, что я не верил, что Гайзрайтер удержится, что он сможет отреагировать на этот рывок Бекерта. В конечном итоге только, да, последний жребий, образно говоря, решил победу в паре, то есть, беги за Гайзрайтер по малой дорожке на финише, еще неизвестно, сумел бы его Бекерт обыграть. Три десятые секунды одним малым поворотом, мне кажется, все-таки сложно отыграть. Но результат, конечно, достойный. По крайней мере, у последних четырех спортсменов такого результата в активе нет. То есть, все должны бежать по личным результатам, если хотят обойти этих двух немцев. Ну да, личный рекорд Тедеяна Блумана единственный, у кого, а нет, еще у Сунхунли, до старта этой дистанции был личный рекорд из шести минут и десяти секунд. Сунхунли 6.07.04, 6.08.06 у Тедеяна Блумана. Но личные рекорды не они же бегают, бегают-то ребята. Как темпераментные итальянцы, и как требовательные голландцы, объясняя своему, что, в общем, не гоже проигрывать-то. 29.02, очередная корруппа Малера, и на четвертый график дня он бежит. Это, соответственно, график Петера Майкла 6.09.68. Ну, Петер Майкл медленно здесь бежал в первой половине дистанции, он раскрутился в конце. Скорее интересные сравнения с... С Джованними? С Джованними, да. Ну, отметка 3 километра, она сейчас будет достаточно показательна. Наши 3.42 и 61, и из 29 секунд сейчас делает круг Никола Томалера, тогда как у Эрика Яна Коймана лишь 29.8. На 3 сотых быстрее, чем график Андрея Джованни. Ну, это вообще, конечно, ни о чем, 3 сотых для пяти километров. Ну, Джованними там ровно, конечно, но все равно последний круг там на три десятки слабее, а Никола Томалера, похоже, наращивает скорость. Он делает то, что как раз мы вспоминали в исполнении Ивана Скобрева. Несколько кругов по 29 с копеечками, потом и последний уже из 29. И сразу... Как же это непривычно видеть, да, итальянца, который лидирует и практически уже 80 метров везет Эрику Яна Койману. 28.7 очередной круг Никола Томалера. Он уже бежит по лучшему графику дня, выигрывает 35 сотых секунды по графику бега Патрика Беккерта. Ну, вот эта внутренняя конкуренция в итальянской команде, не многочисленной команде, но она дает такие плоды. 28.9 очередной круг Томалера, чуть-чуть растаяло преимущество Томалера относительно графика Беккерта. Помним, что Беккерта и Гайзрайтер очень здорово тоже прошли последние три круга дистанции. Ну, по крайней мере, он борется. И очень близко борется. И, в общем, если удастся ему обыграть Беккерта с Гайзрайтером, то Томалера гарантирует себе пьедестал почета. 29.2 предпоследний круг. И... Маркетта кричит, все, нужно сделать все. Понимаешь, что там всего лишь чуть-чуть отделяют Томалера от победы над графиком бега Беккерта. И посмотрите, какой бурный финиш. И все-таки, все-таки совсем чуть-чуть, две десятые секунды он проигрывает Гайзрайтеру. Ох, обидно. На пяти километрах это обидно. И совсем просто крах. Крах Ерика Яна, 6.23,7 секунды. Да, у Кантена было до этого 6.281. Соответственно, Эрикен Койман, в общем, оконфузился. С каким-то результатом. Ну что ж, молодец все равно Никола. Патрик так пишет отчеты. Или отвечает на поздравления. Ну да, Патрик уже в призах. Патрик уже в призах, но насколько готовы два последних участника замахнуться на великое. Ну, давай для начала на рекорд катка. Ну, который практически там всего лишь секунда отделяет от мирового рекорда. Но учитывая тот результат, который показал и Никола Тумалера, и два представителя Германии, то я думаю, что должны быть очень близки в настрое, по крайней мере, на мировой рекорд Тадьян Блуман и Сверлион де Педерсон. 6,08 и 6 сотых секунды. Результат Тадьяна Блумана, результат этого сезона показан в сентябре в Калгари на одном из тестовых забегов. И с Вера Люнде в Солт-Лейк-Сити в 13-м году 6 минут 10 и 47. На прошлой неделе в Калгари 6-14-84. 28,5 начало Блумана, 28,7 у Сверлион де Педерсена. Донашка Тадьян Блумана. и его преображения. Из такого середнячка прецеденты на самые высокие награды. И в нынешнем Кубке мира все три раза бежал в одной паре с Свеном Крамером и все три раза Тед Янблумен становился вторым, совсем чуть-чуть, проиграв Свену. Как раз его переезд и этот уровень результатов, на который он в результате этого переезда вышел, как раз говорит о том, насколько важны условия подготовки спортсменов для такого вот результата. Потому что, с одной стороны, да, Тед Янблумен действительно все время балансировал на грани попадания или не попадания в основной состав команды, но, тем не менее, получив стабильные условия, стабильную команду, результат выдал на гора. 28,7 очередной круг Тед Янблумена, 29,2 у Свера Леонда Педерсена, и Педерсен так достаточно скромно держится с небольшим отставанием от Блумена. Патрик, простите, Патрик, Тед Янблумен буквально на каждом круге по паре десятых собирает и собирает. 28,6. Кстати, говоря о том интервью, про которое ты уже упоминал, это Яна Блумена и Барта Схаутена, наставника канадской сборной, тоже, естественно, за голландскими корнями, уже десятилетие работающие в Северной Америке, им задали вопрос, когда был последний случай, когда бы канадский стайр завоевывал медали на Олимпийских играх. Это было в 32-м или в 36-м году? Да, в 32-м году, когда... Когда еще не бегали парами в дистанции 5 километров. В 28-м как раз бежали парами и в 24-м. А в 32-м это в Америке была Олимпиада, американцы решили, что все по-своему. Вот это как раз, это были, можно сказать, первые масс-старты в конькобежном спорте. И вот тогда, да, действительно, американец. На отметке 3 километра, 3 секунды с лишним имеет преимущество Тед Янблума над результатом, показанным Патриком Беккертом. Да, и это очень похоже на график мирового рекорда. Еще больше наращивает он на собственное преимущество относительно результата Беккерта. 28,4, очередной круг уже 4 секунды выигрывает по графику бега. Ну что, Свен Крамер смотрит, интересно, сейчас забег. Теда Яна Бломана. Думаю, Свен Крамер... Ну вот начали графику нам вести от мирового рекорда. Чуть-чуть проигрывает сейчас, секунду проигрывает графику бега мирового рекорда Тед Янблума, но по скорости... Но при этом на скорости 60. По скорости выше 28,5. Но я думаю, сейчас подскажут ему все необходимую информацию, дадут по ходу дистанции. Остается совсем немного до конца, буквально. Два круга до финиша. 5,04, отрезок мирового рекорда. 5,04,55 секунды. 25,00 отделяет Теда Яна Бломана от графика мирового рекорда сейчас. Да, это было бы, конечно, очень красивое завершение этапа в Солт Дайк Сити. Мне кажется, весь стадион сейчас поддерживает эту попытку Теда Яна Бломана. И болеет за Теда Яна, потому что... Да, он вышел на рекорд. Он вышел на график. Быстрее. Бежит мирового рекорда. Ну, что ж, если отберут у Свена Крамера и этот мировой рекорд, сам Свен Крамер будет виноват. Но нельзя 10 лет владеть мировым рекордом, ковырять носу, быть на пике формы и не улучшать этот рекорд. Итак, последние метры Теда Яна Бломана. Фантастика! Фантастика! 6 минут, одна и 0,86 секунды отныне. И не знаю, как надолго, но этот мировой рекорд Тед Ян Бломан, голландец, переехавший в Канаду, записывает в очередной раз за своим именем. Да, полтора секунды выиграл он вот таким образом у Свена Крамера. Свена, малышись. Фантастика! 0,3 с копеечками. Ну, что ж, молодец! Мужик, что тут сказать, слова не расходятся с делом. Заикнулся про мировой рекорд и, пожалуйста, получите. Причем они весьма скромно заикнулись. Они сказали, как, 6,08 это да, это где-то близко, при определенных стечениях обстоятельств, это может быть. 6,08 это был личный рекорд Теда Яна Бломана. Такой прогресс от 6,08 до 6,01. А если еще на начало сезона посмотреть, у него же репорт... 6,08 он в сентябре установил. В сентябре, да. До этого было вообще не было на веще 60. Да, и в медленнее 60 минут 10 секунд было достижение у Теда Яна Блумана. И вот он, конечно... Какие же эмоции нам подарился от Лейк-Сити и те великие спортсмены, которым удалось побить, превзойти мировые достижения. Фантастика. Бедный. Вот мне всегда, когда один человек бьет мировой рекорд, а второй с ним не в борьбе, а так... Мне всегда жалко этого человека, потому что мы, по-моему, еще за два круга до финиша просто потеряли из виду Сверлунда Пэдерсона. И финиш его никто не показал. Мы смотрели на Свена Крамора, как это неудивительно. При его отсутствии здесь мы смотрели на график Свена Крамора и график прежнего мирового рекорда. Это действительно удивительная судьба. Представляете, голландец, который в достаточно зрелом возрасте бросает все, переезжает в другую страну, получает паспорт. Голландцы, которые отпускают его выступать за другую страну. Типа на тебе, боже, что нам не гоже. И этот спортсмен бьет рекорды, установленные самым успешным конькобежцем в истории, самым титулованным голландцем, Свеном Крамором. Да, подумал, причем вначале он так расправился с рекордом на 10 километров. Ну, вроде как Свен Крамор попытался отреагировать, но, в общем, в итоге так посмотрел, с ним сходить, ну ладно, забирай. Но вот то, что сейчас на пятерке, это такой щелчок конусу Свену Крамору. Да, в очном споре Свен обыгрывал Теда Яна в такие кошки-мышки. Представь, чтобы было бы в очном споре. Мы бы сейчас видели, я думаю, результат еще 9-го. Боюсь, что не было бы мирового рекорда. Боюсь, чтобы Свен опять бы заигрался бы, объехал бы Теда Яна. Тед Ян бы расстроился и не побежал бы дальше. Нет, все-таки Свен Крамор это удав современного конькобежного спорта. Он своих соперников как бандерлогов гипнотизирует. И они не могут с ним бороться. А вот так, ну что ж, шикарное окончание. Шикарное окончание. Конечно, многие скажут, кому нужны мировые рекорды в Олимпийский сезон, но они, безусловно, были нужны нам. Знаешь, я думаю, Теду Яну Блумену очень поможет с психологической точки зрения. Он теперь будет выходить на забег со Свеном Крамером на Олимпийских играх на равных. Но я-то хотела сказать даже больше, возвращаясь к тому же Денису Юскову, что этот мировой рекорд, установленный в том числе и нашим соотечественникам Денисом Юсковым, те победы, которые мы увидели и сегодня в лице Юскова, в лице Воронины, призовые награды Шиховой, победу Мурашова в этом сезоне. Какой же классный получился этап Кубка Мира в Сотлэйк Сити, в том числе для нашей команды. Я думаю, в общекомандном зачете, неофициальном, мы... Четыре золота у нас есть. Я думаю, что мы ее видели. Две бронзы Шиховой, бронзы Кулижникова. Все, по-моему. Ну и, конечно, поздравление Теду Яну Блуману и сборной Канады с таким завершением. Это действительно такая достойная вишенка на вот этом огромном торте. Это не вишенка, это прям артиллерийский залп салюта. Да, салюта-то больше похоже. Да. В исполнении Теда Яна он до сих пор принимает поздравления и свеж, как огурчик майский из теплички. Прямо как будто бы не 5 километров, а 100 метров пробежал. Ну что ж, огромное спасибо вам за внимание. Спасибо, что были с нами в столь поздний час. Кубок Мира, марафон Кубка Мира прерывается ненадолго. В следующий раз о Кубке Мира мы заговорим только в середине января. А до этого, 5-7 января, приглашаем всех в Коломну на чемпионат Европы. Первый в истории чемпионат Европы на отдельных дистанциях. Надеемся, и мы там тоже будем обязательно. Ну, если только не из Москвы, будем комментировать. И огромное вам спасибо за внимание. С вами были в службе мастер спорта призеры Олимпийских игр Варвара Барышева и комментатор МачТВ Игорь Швецов. Всего вам доброго, до новых встреч.